Всем привет! Наконец-то снова, то постоянно твинг, новой рубрики, нету времени на основной аккаунт. В общем, хочу закончить то, что недавно начал. Это прокачку легендарных карт до максимального уровня. Это возможно сделать буквально за 1-2 дня, если сейчас вы мне в этом поможете. Помните, я вам говорил, что я создам клан, где мы будем трейдить с обменом легендарками? Так вот, это сейчас произойдет. Только, ребята, прежде чем вы сейчас ломанетесь кидать инвайты в клан, пожалуйста, послушайте мои условия. Обязательно надо все сделать так, как я говорю, чтобы я вас принял в клан. Во-первых, мне нужны игроки, которые готовы пожертвовать в мне пламенного дракона взамен на любую другую легендарную карту, которую вы сейчас видите у меня на экране. Короче, всего лишь две карты могу пожертвовать. Это магический лучник, либо мега-рыцарь. Поэтому первых в клан пускают те, кто готовы мне пожертвовать, у кого есть токены, готовы мне кинуть запрос. Второе, прием будет 3800 кубков. Я думаю, что ниже ставить нету смысла, вряд ли у вас там есть токены, у кого ниже 3800. Хотя, если есть, пишите в комментариях. Возможно, в процессе, когда уже ролик выйдет, я поменяю кубки. Но обязательно будет у меня в клане стоять тип по приглашению. В общем, что нужно для того, чтобы вступить в клан? Во-первых, вы обязательно, когда будете кидать запрос в клан, вы должны написать сообщение следующего характера. Во-первых, с какой целью вы заходите в клан, на какую легендарку вы готовы обменяться и какую легендарку вы готовы предложить. И обязательно напишите, есть у вас токен или нет. Наличие токена, это тоже очень важно, поэтому обязательно это пишите. Я создаю клан, холдик трейд, хештег на ваших экранах, обязательно. Обязательно в инвайте вы должны написать сообщение следующего характера. С какой целью. Обменяться легендарками, это понятно. И обязательно говорите, какую легендарку вы готовы дать, какую хотите взамен получить. И есть ли у вас легендарный токен или же нет. Это обязательно. Если будет инвайт без сообщения, я просто буду отклонять. Заходите, друзья, посмотрим, что с этого получится. Это такой, знаете, пилотный клан, выпуск. Если все классно будет, если у нас получится прокачивать леги, обмениваться, я буду делать несколько кланов там на протяжении определенного времени. Ну, к примеру, несколько раз в неделю. И также, если вам такая идея нравится, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, потому что после того, когда сюда зайдут люди, когда произойдет сам процесс обмена, я вам покажу результаты через несколько дней. Что же я здесь наменял и что вообще получили зрители, точнее, участники этого клана, если я, конечно, смогу это отслеживать. В клане нужны исключительно те, кто готовы обмениваться легендарками. Никакой спам, никакие пвп, никакие общения привет холди, когда стрим тут не нужны. Строго обмен легендарками. Ну, можно обмениваться и другими токенами, редкими эпиками. Я готов с вами обмениваться, у меня их достаточно. Поэтому приходите исключительно за обменом карт. Других игроков я буду отсеивать. Пожалуйста, соблюдайте правила. Если будет спам, будет какой-то там, будет какой-то лишний разговор и прочие ненужные вопросы, просто моментально буду исключать. Поэтому нужны в клане только трейдеры. Я буду вас так называть. Ну, и так как давно не было основы, я предлагаю, ребята, провести парочку онлайн-карток. Взял колоду мою любимую с големом. И напишите в комментариях, вы соскучились за основой? Вы хотите стрим, чтобы я поднимал кубки на основе? Потому что, ну, пока что сейчас твинг. Твинг тоже очень интересный. И там сейчас процесс развития его такой, как раз период отличный, где я задонатил гемов. Прям интересно очень. Но основу тоже надо подтягивать, потому что по кубкам немножко я отстаю от своих соперников, или как их назвать, которые в местном топе. Вот, хочу, конечно, соответствовать кубкам. Так, давайте мегаминдиона, чтобы сначала убить миньонов. Так, я думаю, что тут поизон понадобится нам. Понадобится поизон и понадобится торнадо. Торнадо, чтобы мегамуха точно сдохла. Все, отлично. Мой голем дошел к вышке. И, в принципе, ну, я думаю, что надо кинуть бревно. Я думаю, что, ребят, надо кинуть бревно. Хотя, видите, что после взрыва голема все равно гоблины сдохли, а стражи хоть от бревна, хоть от взрыва, они не помирают, к сожалению. Но я больше урона нанес, я больше. Вот, поэтому надо постримить. Но я выберу день для основы, выберу обязательно стрим. Точнее, день для стрима. Пока что ежедневно у меня стримы чисто на твинке, потому что, ну, мне надо его прокачивать. И, соответственно, надо больше времени уделять. Но я готов, конечно, и на основе постримить. Потому что я скучаю за основой. Тут фулл прокачка, интересно играть. Так, ладно, давайте сейчас попробуем задефаться. Так, дракон. Так, дракон и мега-миньон на шарик. Блин, как меня бесит, когда шарик вот это отлетает вокруг лавы и не получается его задефать. Дракон, пожалуйста, ну, пожалуйста, кто-нибудь. Я разучился играть, что ли? Ладно, ну, слева, слева мы, ребят, заберем же вышку, да? Голем сейчас взорвется, бам, и все, да? Ой, мало-мало-мало-мало-мало здоровья мы нанесли. Точнее, мало дамага нанесли мы. Так, окей. Я предлагаю, ребята, сделать вот так. Смотрите, сейчас будет банда гоблинов. Смотрите, оп, и предикт. Видали? Видали предикт? Ну, это скиллуха, ребят. Я, конечно, понимаю, что вы тоже хотите так классно играть, но это скиллуха. Это скиллуха, и это надо работать над этим годами. Если что, я сейчас в шутку. Мало ли кто не понимает. Так, ладно. Ставим, короче, голема. 143 хитпоинта мы, я думаю, заберем, да? Без всяких там вопросиков. Так. Блин, а хотя вопросики сейчас возникнут у нас, я думаю. Так. Тихо, тихо. Вот самое главное сейчас вот этот самый такой тупой момент, когда начинает шарик перелетать в лаву. И, слушайте, надо, 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 надо добивать вышку. 16 секунд осталось. Я, по ходу, тут проиграю, блин, 20 хп. Как же жалко целый поезд на это все выбрасывать. Так. Ребят, закройте глаза. Закройте глаза. Сейчас произойдет что-то невероятное. Закрыли. Не смотрите, не смотр... Ай, блин, вы подсмотрели, да? Я проиграл, короче. Проиграл лаве. Хотя лаву я вообще вот так вот, блин. Всегда лава для меня... Вот еще раз, лава, подберись. Вот подберись. Все, хана. Давайте, лаву еще раз. Лава шар, сюда подошли. Сюда. Все, лава шар. Ночная фури, если ты смотришь, это не к тебе обращение. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ой, ладно. Thanks. Окей. Походу арбалет. Походу арбалет. Давайте дракона подкидывать. Готовим бревно. Что там, рыцарь сейчас? Валькирия должна быть. Изи, изи. Так. Что, что, что? Поизон. Поизон будет самое такое нормальное решение. Нет, скорее всего, это хок. Скорее всего, это хок. Хотя, может быть и нет. А, может быть и да. Охрен его знает. Ну, смотрите. Мы рискнем, короче. Была не была, как говорится. Сейчас арбалет слева, да? Давай. Нет. Что-то непонятное происходит сейчас. Окей. Он сливает мини-пеку. Мне кажется, он пожалеет сейчас об этом. Ему нечем будет контрить сейчас голема моего. Так. Я думаю, что у него Тесла есть. Вот что-то у меня так... Вот чувство такое, не знаю. А может и нету Теслы. Пушка. Ну, ладно. Ну, было такое чувство, что что-то издание дефа есть. Так. Валькирию мы заберем. Да. Забрали Валькирию. Я думаю, что ядом накрыть вообще будет прям идеальное решение. Правильно? Да. Лучниц. Забиваем на лучниц. И, в принципе, я думаю, мы забираем эту вышку. Слушайте, а чем он атакует? Что это? Кладбище, да? Ну, я не знаю такой колоды. Я давно не играл на основе, поэтому, не знаю, может, тут мета-колоды изменились. Вот это непонятно. Какая-то новая мода пошла или что? Какие-то новые деки. Ну, что это за мини-пека с лучницами? Так. Ну, похоже на арбалет. Но, когда я увидел пушку, нет, уже как бы отпали сомнений. Точнее, отпали такие варианты с арбалетом. Хотя, опять же, может, у меня долго не играл. Ну, от кладбища. Да. Сейчас, смотрите. Кладбище, давай. Нет. Ну, ладно. Я не знаю, что это, друзья. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Так, здесь ночная ведьма. Просто ракетой? Тут бревно. Тут бревно. Ну, ему осталась одна ракета. Ну, давайте пушечку. Пушка на пушку. Смотрите. Ить. 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 Так, хорошо. Опять же, напоминаю, ребята. Хотя, ладно, об этом скажу в конце ролика. Поэтому смотрите сейчас до конца. Сейчас вам скажу очень важную мысль, которую вы уже забыли, что я хотел вам сказать. Точнее, забыли, что я говорил в начале. Сейчас вам напомню, ребят. Сейчас, сейчас, сейчас. Это вам проклан. Проклан, окей? Ну, это три короны. Слушайте, ну, мне аж интересно посмотреть. А что, это и вся колода его? У него нет атакующей карты? Потому что я не считал его. Карта 300 хп. Осталось очень странно. 30 кубков в плюс, 30 кубков в минус. Итого остались мы на том же месте, на котором начинали видос. Странная дека. Забавный челик попался. В общем, ребят, напоминаю, что в первую очередь в клан я возьму тех, кто готовы мне пожертвовать пламенного дракона взамен на те карты, которые у меня есть. Уже второстепенно буду принимать тех, у кого есть токены, кто по трейду. Ну и в самую последнюю очередь, кто просто заходит обменяться, но без токенов. Но вас тоже приму. Поэтому обязательно в заявочке указывайте, какая цель ваша для вступления в клан. Если пообщаться, ребят, мимо. К сожалению, этот клан создан для определенных целей. Буду вас ждать. Спасибо за просмотр. Если вам такая идея нравится, опять же, в скором времени, через пару дней я вам предоставлю результаты. Посмотрим, сколько я наменяю пламенных драконов. На данный момент их 12 штук. Если пламенный дракон станет 13-го после этого ролика, ребята, это будет работать. И я думаю, что это надо будет продвигать. Поэтому, чем больше лайков, чем чаще такие видосы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и скоро увидимся. До новых встреч. Пока.